МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На все про все оставалось два года. Вопрос безбарьерного общения с иностранцами на мероприятиях такого уровня всегда актуален. Для работы на объектах игр были отобраны наиболее подготовленные сотрудники и военнослужащие внутренних войск, владеющие английским. Для дополнительного совершенствования коммуникабельности «Стражи порядка» прошли двухгодичные языковые курсы. Чтобы подчеркнуть полезный опыт проведения подобных мероприятий, представители МВД Беларуси посетили столицу Азербайджана, где проходили первые европейские и четвертые исламские игры солидарности. В ходе посещения наши сотрудники ознакомились с используемыми техническими средствами обеспечения безопасности, порядком задействования в интересах правоохранительных органов, стюардов и волонтеров. Отдельное внимание было сосредоточено на вопросах обеспечения дорожной безопасности. Азербайджанские коллеги продемонстрировали организацию сопровождения автобусов с участниками спортивных мероприятий, представили нормативную составляющую по обеспечению функционирования отдельной полосы для движения транспорта. За год до начала игр Беларусь и Россия заключили соглашение о порядке пребывания иностранных болельщиков на территории двух стран. Опыт проведения чемпионатов мира по хоккею и футболу показал, что белорусская земля может стать транзитной для нелегальных мигрантов на пути в Евросоюз. На выявление иностранцев, которым запрещен въезд, были ориентированы все отделы милиции. Налажен оперативный обмен информации с таможенными и пограничными службами. Были подготовлены соответствующие законодательные документы, которые регламентировали аспекты бедиза, въезда и пребывания на территории нашей страны граждан 74 государства на основании так называемых билетов, причем без именных, а также их условия транзитного проезда через территорию Российской Федерации на основании соответствующего международного договора, а также аспекты получения визы для въезда и пребывания на территорию нашей страны другими категориями иностранных граждан. Кроме того, система Министерства внутренних дел задействовала механизмы аккредитации иностранных спортсменов, которые высказывали пожелания или заявились на Вторые Европейские игры, а также волонтеров. Как всего рассмотрено, более 60 тысяч заявок на прохождение соответствующей процедуры аккредитации. Любое лицо, которое купило билет на Вторые Европейские игры, доставляло право однократного въезда и выезда с территории Республики Берут на основании соответствующего билета. Если они въезжали и выезжали с территории страны, то им требовалось в последующем для въезда на территорию государства покупка нового билета. За несколько месяцев до соревнований специалисты столичного ОМОНа начали тренировать сотрудников, привлекаемых к охране общественного порядка. С учетом мирового опыта проведения масштабных спортивных мероприятий и возможных угроз безопасности отрабатывались действия при различных сценариях развития событий. Начинали от простого – досмотра зрителей при входе в охраняемую зону и обнаружении запрещенных предметов до нештатных ситуаций – выявления взрывных устройств, бесходных вещей, захвата заложников, массовых беспорядков, прорыва транспорта через контрольно-пропускные пункты. Тренировки проходили под наблюдением ответственных за объекты и руководство милиции общественной безопасности. Выявленные недостатки оперативно исправлялись. Для оказания помощи Минскому гарнизону были сформированы сводные отряды Управления внутренних дел облсполкомов. В сводные отряды вошли наиболее подготовленные сотрудники, закомендавшие себя по месту службы с положительной стороны, владеющими навыками английского языка. Масштабное событие, предполагающее расходование бюджета, не могло остаться без пристального внимания подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. На контроле было все, начиная от договора на проведение мероприятия между Европейским Олимпийским комитетом и дирекцией, госзакупок, реконструкции спортивных объектов до выявления поддельных билетов и контрафактных сувениров. Еще одна задача, которую предстояло выполнить – обеспечить безопасность дорожного движения. Госавтоинспекция изучила состояние дорог республиканского значения, ведущих в Минск. В столице были выделены полосы для аккредитованного транспорта, а чтобы снизить спрос и перераспределить потоки, на маршрутах его движения были запрещены левые повороты. Своеобразная репетиция перед вторыми европейскими играми состоялась на международных соревнованиях по велоспорту «Кубок Минска» и «Гран-при Минска». В столицу приехали 120 инспекторов дорожно-патрульной службы и 20 регулировщиц из разных регионов Белоруссии. Заранее пригласили сотрудников других регионов, других областей. Здесь сотрудники присутствуют со всех регионов. Чтобы объяснить задачи, которые будут ставиться именно на этих мероприятиях, в частности во время проведения вторых европейских игр, посмотреть не будут смотрены на слабые места, которые мы смогли бы за месяц еще доработать, подготовить сотрудников. В преддверии соревнований ГАИ провела тестовый проезд автобусов европейских игр по ключевому маршруту от деревни атлетов до спортивных объектов. Чтобы выявить проблемы, для заезда выбрали утренний час пик. Мы протестировали маршруты движения транспорта, доставляющего спортсменов на объекты игр. Использовали максимально загруженное время, чтобы выявить все недостатки, все проблемные участки и все те моменты, которые позволят увеличить скорость движения и уменьшить время прибытия спортсменов на объект. Более чем за месяц до спортивного форума в Беларуси состоялось символичное событие, без которого не был бы зажжен главный факел соревнований. После преодоления восьми государств Западной Европы пламя мира побывало в 55 населенных пунктах Беларуси. На протяжении всего маршрута сотрудники милиции сопровождали эстафету, обеспечивая общественный порядок и дорожную безопасность. За несколько недель до открытия под круглосуточную охрану были приняты все объекты европейских игр. После установки, оцепления и организации контрольно-пропускного режима саперно-пиротехнические группы проверили буквально каждый метр территории, обследовали все без исключения помещения. Проверка объектов проводилась от 1 до 3 дней, в зависимости от сложности объекта, в зависимости от территории, которые прилегающие к этому объекту. Проводился полный досмотр всех помещений, технических, жилых, в том числе коммуникационных помещений. Пропуск людей и транспортных средств осуществлялся через специально оборудованные пропускные пункты и транспортное КПП, где проводился досмотр багажа людей и транспортных средств специалистами соответствующих служб. Оставалась неделя до начала соревнований. В столицу прибывало все больше участников официальных делегаций и болельщиков. Усилили меры безопасности в аэропорту, на железнодорожном вокзале и станциях вблизи спортивных объектов. Тесное взаимодействие было налажено между всеми правоохранительными ведомствами, представителями дирекции и волонтерами. В столичном ГУВД был создан межведомственный оперативно-ситуационный штаб для координации работы по охране общественного порядка. Такие же штабы функционировали в МВД и областных УВД. Управление силами и средствами, которые были задействованы при проведении вторих европейских игр, было организовано через пункты обеспечения безопасности, которые также были созданы на всех спортивных объектах, а также на студенческой деревне. Задействованы более 2000 камер видеонаблюдения. В систему данную были внесены лица, которым запрещено посещение спортивных объектов, а также лица, которые находятся в розыске. Находили забытые вещи, также находили людей, которые забывали эти вещи. Ну и другие мероприятия. В течение 5-7 минут мы могли оперативно, с использованием этой системы, решить тот или иной вопрос. До торжественного открытия вторых европейских игр министр внутренних дел, генерал-майор милиции Юрий Караев посетил все места проведения соревнований, где лично оценил готовность милиции к сложному экзамену. Главу ведомства интересовали условия службы, внешний вид и настроение стражей правопорядка, а также техническая оснащенность объектов. В общении с личным составом министр подчеркнул, что работа должна выполняться эффективно и незаметно. Наконец настал день, к которому готовились два года. Фееричное открытие европейских игр состоялось на стадионе «Динамо», где собрались гости из 50 стран. Арена вместила более 25 тысяч человек – болельщиков, спортсменов, участников церемонии и высоких гостей. Телетрансляция велась в 196 странах мира. В таких условиях не могло быть места ошибкам в пропускном режиме. Милиционеры задачей справились. Досмотр проводился быстро и слаженно. Не было допущено образование очередей на контрольно-пропускных пунктах. Доброжелательное отношение к зрителям вызывало положительную ответную реакцию и понимание гостями необходимости предпринимаемых мер. Вторые европейские игры продолжались 10 дней. Спортсмены проживали в деревне атлетов и доставлялись на соревнования по утвержденным маршрутам автобусами в отведенный лимит времени – 30 минут. Для их беспрепятственного передвижения на некоторых улицах ограничивалось движение. В условиях мегаполиса такие меры не могли остаться незамеченными. Чтобы минимизировать неудобства для водителей и не допустить появления заторов, на самых оживленных перекрестках работали регулировщики. А очаровательные улыбки девушек-регулировщиц делали праздничную атмосферу еще более яркой. 11 мест проведения соревнований в пределах Минска и одно в Минском районе. В деревне атлетов три фан-зоны для болельщиков. Во всех этих локациях милиционеры круглосуточно несли службу в гражданской одежде и специальных жилетах с надписью «Безопасность», не особо выделяясь на фоне стюардов и волонтеров. Единственный спортивный объект, который находился не в столице – Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Заславле. Безопасность на нем обеспечивали милиционеры Минской области. Учитывая местоположение и большую площадь территории, помимо пеших нарядов были задействованы мотопатрули, а для безопасности дорожного движения на прилегающей трате в дни проведения соревнований максимальная скорость ограничивалась 60 км в час. При подготовке к данным мероприятиям основной уклон был сделан на то, что мы не просто обеспечиваем охрану общественного порядка, мы старались показать свое радушие и гостеприимство, потому что белорусская милиция – это часть нашего общества. Поэтому, начиная от пересечения границы, это аэропорт, люди, которые приезжали к нам на железнодорожный вокзал, конечно, они видели улыбки на лицах сотрудников органов внутренних дел, несмотря на то, что нагрузка была колоссальная. Мы максимально принимали меры, чтобы наша работа как меньше была заметна людям, но в то же время наше присутствие всегда чувствовалось. Были случаи, когда людям становилось просто плохо от солнца, оказывали помощь, приносили воду, также мгновенно старались сообщать медицинским работникам. И, конечно, люди были благодарны, они видели вот это радушие милиции. Атмосфера, царившая на мероприятиях, показывает, что экзамен на гостеприимство нашими сотрудниками станет отличным. У нас получилось встретить гостей с улыбкой, показать им наше дружелюбие, доказав скептиков и самим себе, что мы выполняем свою работу эффективно и незаметно. Безусловно, полученный опыт пригодится нам при проведении следующего масштабного спортивного форума. В 2021 году Беларусь примет 85-й чемпионат мира по хоккею. Мы всегда готовы обеспечить безопасность граждан и гостей нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok